В самом пострадавшем от водной стихии муниципалитете Туапсинском районе уже началась оценка ущерба. Комиссии обязательно дойдут до каждой семьи, которая оказалась в зоне подтопления с жителями муниципалитета. Сегодня встретится Вениамин Кондратьев, а в эти минуты глава региона проводит заседание КЧС. В Туапсе сейчас находится наш специальный корреспондент Ксения Галич. Она уже на прямой связи со студией. Здравствуй, Ксения. Какова ситуация на данную минуту? Здравствуй, Артем. В эту минуту в Туапсе проходит заседание оперативного штаба. Проводит его глава региона. Ситуацию Вениамину Кондратьеву докладывают представители районной власти, коммунальщики и спасатели. Прямо в эти минуты мы получаем кадры совещания. ЧП, губернатор. Правая база должна быть полностью готова на возмещение ущерба, частичного, полного. И если будет утрата жилья, то есть мы должны здесь ни в коем случае не догонять ситуацию, не дожидаться возмущения людей, а работать на опережение. Еще раз подчеркиваю, правая база в течение суток должна быть готова. По компенсациям я поручаю заместелю губернатора Голлаза Игоря Петровича предусмотреть уже сегодня, зарезервировать средства в размере предварительного ущерба 1 миллиард рублей в кривом бюджете, для того, чтобы мы могли своевременно произвести компенсацию тем, кто пострадал от чрезвычайной ситуации. В ТОПСы вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Планируется, что он облетит пострадавшие территории и проведет совещание. Позже мы расскажем подробности. А пока в ТОПСы идет дождь, но, несмотря на это, продолжаются восстановительные работы. На дорогах откачивают воду, спасатели разбирают завалы. Строители приступили к реконструкции полуразрушенных мостов. Из ТОПСынской районной администрации в места разрушения и подтопления уже отправились 36 мобильных групп. Сейчас они отправились в обход по домам, чтобы оценить ущерб, который нанесла стихия. И составить списки материальных выплат жителям. Напомню, что со вчерашнего дня в ТОПСынском районе выпала месячная норма осадков. Город буквально ушел под воду. Мутные потоки отрезали от цивилизации и соседние с городом поселки. Всего в зоне подтоплений оказались 22 тысячи домов и свыше 72 тысяч жителей. Самая сложная ситуация в селе Кривеньковском. Там жертвами непогоды стали женщина и мужчина. Еще одна женщина числится без вести пропавшей. В селе Кривеньковском сейчас работает еще одна съемочная группа Кубань-24. Но из-за непогоды мы не можем связаться с коллегами. Все подробности в следующих выпусках фактов. Артем. Спасибо, Ксения, за оперативную работу. Ждем новой информации из зоны подтопления. Следующее прямое включение в 15.30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok